друзья всем привет за восемь лет автоподбора случается так что некоторые автомобили мы выбираем уже по второму кругу недавно с история была в белой церкви один из наших парней выбирал машину которую я смотрел там года три назад выбирал для человека это правда уже было для другого заказчика сегодня история отчасти повторяется сегодня я буду осматривать автомобиль который у нас был к смотру полгода назад но тогда я до него не доехал потому что он продался и сейчас спустя полгода этот автомобиль опять продают а второй автомобиль это такой дорогой люкс если можно так сказать машина в районе 100 тысяч долларов и при этом ценник на нее существенно занижены то есть они в принципе с купе они гораздо дороже особенно в 63 15 года в объеме 5 и 5 но обо всем поподробнее по кузову вон мятина вот на крыше и повреждения по ней есть царапки вмятки и тому подобное крыло процарапано так хорошо процарапано есть микро царапки здесь двухстороннего скотча отлипла накладка манкер еще не выскакивает здесь есть вмятинки постойки царапина до грунта накладка порога помнита она алюминиевая такая какая-то сверху краска как будто где-то притерлись есть царапины здесь здесь по набору этом накладок то же самое пилкинтон 4 года не оригинал пары есть уже микротрещинки полировалась видимо не помогло точно также бампер здесь играет потянут уже лак облазит на паре тоже все в трещинках мутная вот смятины да как от других дверей следы похоже шпаклевочки немножко вот здесь здесь все гуд сколько денег она стоит здесь тоже краска обрезала вот и надуло нету замков а где замки розетки под ремни безопасности а зачем сняли а зачем сняли подушка здесь есть смотанная по заводу также протер уплотнитель металл краску до металла поцарапанная карта и фиксатор дверей нифига не держит потолок засраны весь в прямом смысле этого слова разломано порядка у них такая есть но плюс к тому что она разломана еще не совсем на своем месте стоит стойка за чем моря на и грязная девушки кошки чуб здесь тоже вытягивается это понял наверное через радиатор спортивный оригинальная изолента гофра закончилась вот так ему все идет пишу легкое видео звонит андрей приходи вниз тут есть интересное в общем как в мультике эй нам туда-то много вкусного летим со мной там столько вкусного пошли не удержался решил заснять volvo приехал на обзор ремней безопасности у нее ночью один есть двух нету прикрыта штукой типа сидеть такой трохи пошарпан и у нее пробег похожи на трошки до трошки есть а сдается это та машина которую я не успел посмотреть несколько месяцев назад которая продавалась вишнём и у нее был ремонт коробки то продавалась за десятку и третья передача залипает вторая на третью ну я думаю что это та же машина на которой не успел вишневым несколько месяцев назад а как давно она у вас сентября сентября вы не вишневым покупали ну я просто эту машину не успел посмотреть вот приблизительно полгода назад коробку у нее делали да это эта машина сейчас я успею посмотреть ладно пошел я пошел и под капот ну чё ну заживало да ну бывает ну так то она целенькая так то она все ровненько я пойду виды дайс возьму так будет быстрее значит почему я пошел за диагностическим оригинальным оборудованием потому что лаунч который мы подсоединяем он там болтался вообще и нельзя было просто невозможно подключиться к этому автомобилю поэтому я пошел виду взял и когда я засунул диагностический разъем в колодку я понял почему не подключался сам лаунч диагностический разъем здесь настолько часто подключался что он вообще как карандаш в стакане болтается и одевается вот вот так неудивительно почему андрей долгое время не мог к нему подключиться ну ладно побежали volvo конечно не убиваемый автомобиль но не настолько вот здесь у нее уже 400 тысяч вот что такое на 400 тысяч стертая ручка вот что такое на 400 тысяч подтертый руль вот что такое 400 тысяч сидений кожи но кожи опять таки она разная бывает и здесь кожа вот как раз точно не показатель подключились зажиг е-мое замок зажигания вообще разболтанный расхлебанный что то было а я знаю что это было это ключ назад стартером нажал отпустил и тут настолько он разболтанный что он ушел назад за зажигание вернулся во второе положение и и проглючила руль кстати не очень тяжело крутится очень тяжело надо посмотреть что там осталось от пентасина поиск неисправностей как-то неровно он работает неровно двигатель работает неправильные рабочие характеристики регулятора топливного давления два лимда зонда оба передних катализатора из четырех тоже кончились давление по топливной рампе это из активных ошибок это те которые присутствуют сейчас что там ну молдинг но отвалился машина старенькая количество вот этих ошибок я сейчас за скриню потом выложу сохранить потому что сильно дофига так а что же не под капотом ухты ёбки какая красота ну вот такой хернёй заниматься когда двигатель не дышит ну тупо неправильно очень неправильно фары на стяжках это тоже очень хорошо щуп ебчий случай так сейчас это дело засуну до конца офигительно патрубок отремонтированный зато вентилятор ровно крутит смотри 400000 он вообще даже не фигня правда какая-то висит радиатор на коробку охлаждения поставили но наверное уже поздно слегка красота относительно этой машины это точно та машина которую не успел посмотреть сентябре когда мы выбирали для лифтера помнишь x90 вот эта машина она тогда продавалась она была в ремонте на коробке вот и поэтому это точно та машина я кстати по пентасину хотел посмотреть но он там есть физически но его нету уровня и если болтнуть хорошо он будет чуть-чуть будет да она кипевшая была эта машина кипела здесь без эндоскопа ну тупо нефиг залазить я теперь понимаю почему она неустойчиво работает потому что у нее есть задиры и скорее всего по тем по первым цилиндрам ну такое дело по трейдину по трейдину да ты типа подкалываешь чешок но зато смотри ну облазит то такое дело да убитый не видел но защита стандартная ладно загоняем смотрим снизу я лично понимаю что эту машину рекомендовать точно уже нельзя но тем не менее за свои деньги я загоню эту машину на подъемнике и мне очень интересно что же с машиной внизу стало за 400 тысяч то есть у меня грубо говоря 300 на 100 тысяч меньше но я думал у меня такая машина не очень ну по-разному я сейчас поясню для чего я в принципе поднял этот автомобиль у меня машина имеет 300 ты 330 тысяч пробега уже 340 343 тысячи километров имеет этот автомобиль пробег на данную минуту ну 273 на спидометре но 70 я знаю что здесь скручено мне было интересно насколько мой автомобиль хуже чем тот который приехал к нам потому как ну у машины у той 395 тысяч километров у этой 343 плюс минус одинаково это рабочая лошадь которая скитается по украине летает и да я за ней смотрю но я понимаю что здесь все далеко не идеально именно поэтому я захотел машину поднять на подъемник не 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 нормально дыма дыма нету стреляет и шо стреляет то нормально то хороший классный звук мозги кстати ну такое на любителя я бы их так не цеплял но прицепили так как прицепили короче с поднимем посмотрим от пока что то не айс ну смысле даже за 12 это дофига с учетом того что volvo в принципе неубиваемая но этой машине было вот так вот так и сейчас посмотрим насколько пластик опорных подшипников уже аж аж по вылазил то есть вот я не знаю передаст камера или нет но вот эта штука она так не должна быть она уже нарядно так подроссохла здесь тоже с этой стороны также но при этом они не оборваны здесь конечно наверное борщ плавает ну такое трошки есть да нормальный чип тюнинг что ты хочешь зато мухи не летят правда машина при этом нифига не дышит но такое дело а с учетом того что этот мотор сильно теплонагруженный короче ребят вот такого такой плотности сетки никогда не нужно делать вот этот вот мотор он очень сильно теплонагруженный и эта машина должна дышать здесь здесь все плохо с этим вот этот автомобиль по предварительным данным принадлежал наталье могилевской сейчас посмотрим что от этой машины осталось много лет спустя вот тормозным диском понимаем что они уже заканчиваются вместе с колодками вот когда закончится колодки надо менять диски амортизатор тут уже вытек да ладно хана ну я уже постук услышал вот я еще не дотрагивался но я уже слышу что там еще и рулевые тяги но в общем то не заклепки здесь уже не родные заклепки здесь уже менялись но я тебе хочу сказать что носитель на кузову это еще не такой удрочка иногда приезжают поэтому жизнь у автомобиля долго она есть не так много эта машина ездила с сеткой потому что вон радиатор кондиционера он уже все-таки забиты и забиты очень сильно и основательно этот амортизатор не течет пошел я назад не совсем понятно вот передняя левая сторона бампера она как-то так висит на месте а передняя правая она висит болтается где-то причавили может быть не выровняли но такое дело все ровненько здесь тормозные диски тоже тоже уже надо менять ну тормозные диски это больше расходники за лэ это наверное заднее левое диски мне уже не оригинальные чуть-чуть поржавела а крепление поржавела это да но лонжерон начал ржаветь это уже нехорошо плюс где-то болт ушел страну потерянных вещей так а шо у нас ну нормально масло не кидает еще слин блоки задние уже развалились защита бака ну где-то где-то его затерили а так тут куска вообще нету здесь у должна быть пластиковая еще защита ну пошатай этот кардан потоки а это не здесь стучит это здесь нет это блин она что все такое горячее на это в угловой передаче звуки и вот это звук издает передний шарнир катализаторы катализаторы ошибки их тут вообще нету а передние тут хрен ночевал там уже нет этих катализаторов поэтому ошибка коробка у нее усалость и причем ну так она на это подожди эта коробка после ремонта на вишневом херовые отремонтировали если честно болты не засверлены кстати в украине не часто воруют я знаю что меня смотрят еще других государств частности белоруссия россия ребят для того чтобы не воровали блок халдекса вот это вот штука один хотя бы из болтов засверливается имею ввиду чтобы сбить грани и тогда быстро его не получится снять а когда этот долгий процесс воры долго обычно не задерживаются возле автомобиля и таким образом сам халдекс блок халдекс остается на месте смотрим дальше эта машина на че украинская не вам а то должны стоять и не вам а там нет но это украинской комплектации типа нормально блин плохо что уже у тут начала и вот здесь она уже вся ржавенькая солен блоки вот эти вот им уже жопа то есть даже вот видно на ненагруженной балки что вот здесь вот он болтается как карандаш стакане сейчас конечно игорь подойдет его прощупает но вот эти штуки я уже понимаю под замену а уже когда тут только коснись задней балки а вот тут уже разрепались тут только коснись задней балки и сразу тут долларов на 300 только одних запчастей будет оригинально прикрепили датчик положения узова но типа прикрепили работает молодцы вышли из положения так тут не болтается так как бывает отбойники еще живые иногда ими доставали верхние сален блоки тоже разрепанные сейчас увеличу вот здесь но на камере кашле увидено когда особенно увеличиваешь зернистость проявляется так так вот эти сален блоки тоже видно разрепанные но смысле идет смещение понятно что им уже алис то есть ходовая здесь не менялась не менялась очень давно ну стяжки это нормально лучше чем ничего вот эта штука была разорвана заварена то есть если у меня она просто помято то здесь раз разорвана но и все мелочи же проверить ростислав а можно вас речку проверить и пентасина там нету и крутится она очень туго и надо будет проверить сам все спасибо не мешаем мы пока смотрим дальше принципе это тут и ломаться то нечем да нормально экономят вырезали заварили хорошо а катализатор это вырезали то есть вот здесь нету их вот здесь и хлеб вот эта бочина у нее вся крашеная но человек сразу сказал и чуть-чуть чуть-чуть порог промнятый очень классно когда чувствуешь эти моменты точно знаю что что-то с рулевой рейкой не так а парни всего лишь сейчас могу что и внутри давайте листок по кругу ага вижу 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 вот видите ну якобы еще рецепт на конечника c от рейка шумал окей ё-моё а поднимите ее выше посмотрим откуда еще тут масло фигачит здесь тут уже начал ржаветь здесь тоже все выбитых сужай ой да что касается в 8 лет удачи го расскажу я так понимаю я так понимаю что здесь еще фигачит и подушка все тоже надрыв с той стороны видишь да она не надрыв там уже практически оторвано мдзенды кстати без обманок стоят ой как уникально как хорошо сделано это типа это типа чтобы она раскручивалась надо запомнить этот такой лайфхак очень 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 нужно кстати что вы смеетесь хрен открутишь когда она закиснет тут раз и откручена что по полуосям шеволятся я думал решили постимы какому подвесному мы сейчас опустим машину запустим двигатель надо будет при открутить вот эту пробочку поставлю в паркинг и если это будет при открутить и понять если течет масло в коробке масло есть да если не течет то там все очень плохо и надо понять это ей очень плохо залипает залипает нас и зависает с 1 2 хорошо а третье уже она думает до секунд 3 4 в общем предварительно мы уже понимаем что передняя крышка течет между двумя поддонами прокладки тоже текут рулевая рейка ей уже alice ее надо реставрировать короче тут машина машина уже мотор еще походит но опять-таки я бы рекомендовал если рассматривать все таки эту машину то ее надо смотреть эндоскопом есть понимание того что она возможно охватывала перегрев и если это так то ремонт такого двигателя ну 3к плюс как за здрасте будет стоить а так ли это это надо заглянуть в цилиндре и понять если задиры хотя с другой стороны дыма нету то есть понимаем что полный жопа этой машины нету с учетом того что уже нету катализатора в этой машины дыма у нее тоже нету но если задир или нет это нужно нужно эндоскоп засовывать сейчас если дойдет дело до этого и мы объясним что 12 за этот автомобиль сильно дофига то и заказчик пойдет на то что эту машину будет все равно доделывать переделывать то окей дальше можем смотреть душитель здесь был помят разрезали его скорее всего только для того чтобы остатки катализатора вы трусить с первой части вон остатки краски на нем видно видно что иногда когда-то хотели за этим автомобилем смотри я думаю что это бампер не отсюда почему потому что потому что вот здесь вот по зазорчику на бампере она кривая а вот здесь вот она ровненькая на вот этой части здесь все ровненько стоит то есть бампер у нее трохи висит хотя с другой стороны если бы было продерта вот здесь было бы подерта и здесь и защита дашь это пазл не сходится для защита защита ушла наверно страну потерянных вещей так как она пластиковая но смотри на подрамник его тоже видно дофига шорхалась она шорхалась мы не продерта что значит почему бампер у нее меняный там меня отвлекли мысль ушла все днище у него разодрана поцарапано даже передняя передний подрамник он царапанный а бампер у него абсолютно ровненький и нормальный но все равно при этом он не ровно стоит ну то есть и эти два верхних ссоре и и вот эти два нижних вот этот вообще из него дорого ты это больно 6 6 стороны аналогично стабилизатора тоже такие сами эксперты сейчас мы опустим этот автомобильчик посмотрим уровень масла коробки вообще есть ли он и точно также проверим улту халдекс сейчас покажу как это неправильно стоит эта накладка пропал от сигареты с той стороны это как а в смысле суда бычок вложили тушили наверное начинуткая гнутая и левая сторона у нее с обитой крыши у нее мятая ну такое дело запускай и в нейтралку ну халдекс у нее как минимум работает окей мы тебя сейчас поднимаем ставь паркинг мы смотрим уровень масла когда машина запущен двигатель именно так проверяется калдекс крутится одно из колес переднее или же заднее и тогда уже если крутится следующее колесо халдекс работает и соответственно пункта в угловой передачи тоже целая сейчас мы приоткрутим пробочку если оттуда пойдет маслица значит уровень коробки есть переворачиваю камеру аккуратно чтобы она не не плеснула она уже должно потечь да течет течет вижу вижу есть и кстати масло тут свежее до закрываем уровень коробки как минимум есть но она уже тупо вся вытекает наружу по уровню масла уровень масла выставляется при температуре от 50 до 60 градусов поэтому при рабочей температуре если уровень не сильно ушел с коробки он все равно будет но если же уровень с коробки ушел то там его уже не будет при температуре и 90 градусов поэтому это важно и с учетом того что я знаю что по этому автомобилю ну не так давно был ремонт а в частности парень говорит что в сентябре месяце не прошло полгода а коробка снова рассыпается вот ремонт дачу на играть я только что так потрогал на все играет андрюха даже боится выезжать на этом автомобиле поэтому выезжать я дрюха может выйдешь все таки назад могу сдать или вперед мест с этого в принципе хотя бы с бокса а я понял придется мне ехать боится андрей на боится кончить машину чтобы она у него не умерла если подытожить про этот автомобиль имея в сравнении точно такой же практически с таким же пробегом я понимаю что этой машины далеко за полмиллиона но даже при этом двигатель этого автомобиля вполне нормальном как для пробега более полмиллиона техническом состоянии даже если он отхватывал перегрев то я понимаю что небольшой конечно правильно посмотреть эндоскопом в середину двигателя но у этой машины история такая очень большая и длинная и для того чтобы сделать из него конфету в него придется засунуть много денег и исходная цена начальная этого автомобиля в 12000 долларов слишком завышенная для него поэтому приняли решение просто отпустить эту машину если бы она там была бросовая хотя бы тысяч 8 смело забираем и все это делается и эта машина еще ездит долго но в данном случае цена не позволяет этого сделать следующий автомобиль к осмотру он совершенно в другой ценовой категории машину которую выбираем в такой комплектации а именно это 63 мг 217 кузов mercedes 15-го года 5.5 битурбированный мотор с night vision им черный на черном с камнями сваровских фарах в общем такая машина запросто стоит 150 200 тысяч зависимости от пробега эта машина стоит 98 значит с ней что-то не так что едем разбираться еду смотреть mercedes slk и по дороге проверяю по нему информацию сейчас я включу отремонт из вид смысле получить и вот сейчас машина пробивается по всевозможным базам посмотрим насколько она поможет я как правило всегда стараюсь получить информацию с разных источников вот потому как машина стоит практически 100 тысяч долларов и быть подготовленным к этому тоже нужно заявка поступила вчера вечером но я вчера вечером был в житомирской области это место на карте украины где даже на большой международной трассе тупо нет интернета поэтому вчера я не получил информацию по этому автомобилю вот сейчас утро и мы выясняем не едет какой четырех литровый опять и пять не едет значит поэтому автомобилю заявлено что машина она от одного владельца он на ней проехал всего лишь двадцать пять тысяч километров по факту мы видим вот я сейчас тут скрин прицеплю что машина имеет уже трех владельцев причем за такой довольно разный период времени одно дело если бы вот сразу до бывают варианты а так сначала один другой потом третий и у машины же нифига не 25000 там у нее 34 на конец прошлого года в октябре месяце но когда заявляет стоимость автомобиля практически в 100000 в частности в 98 то ну как минимум должна звучать правда и также было заявлено что эта машина она была без дтп с этой стороны обращаем внимание что подкрылок не торчит с ним все нормально кстати с зазором бампера тоже тут не очень хорошо а вот с этой стороны здесь такая конкретная дырка между подкрылок надо было добавить что еще и крыло не на месте стоит а по заднему ровно наоборот по этой стороне здесь ничего не торчит здесь абсолютно все нормально а вот по другому подкрылочку здесь слегка беда вот дырочка вашему вниманию такая несуразная ну в общем как есть такое такое заявлено не бита не крашена причем машина неровная абсолютно вся ну чё передняя передняя дверь у нее хорошенькая зазоры нету купи новую не парься вот это но здесь 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 да плюс он бампер даже в плоскости не выставили вот видно что чухали бампер в смысле выводили на этом предлагаю пожелать этому автомобилю хорошие дальнейшие продажи оставить его в покое и поехать даже не обсуждаю туда они такие же перегреву или все-таки получше самом деле мотор 5 и 5 в мерседесе он очень классный мы просто видим большое количество конченых машин поэтому по нашей статистике эти моторы без эндоскопа нефиг лазить потому как машина которая классная она продается очень быстро и она не доходит до базара а если она доходит до авторынка то получается так что эта машина она имеет уже ну практически максимальный рыночный ценник купить такую машину за недорого ну маловероятно потому как эта машина останется в семье но если пообщаться с парнями мотористами которые обслуживают эти автомобили статистика по этим мотором очень классные эти машины эти моторы в разных машинах стоят и отлично себя ведут но то что мы видим много конченых машин поэтому у нас немножко другая статистика а вообще очень классный мотор почему этот автомобиль точно нет заявлено 25 тысяч километров у него 34 было уже в прошлом году ну парни типа слегка слукавили сказали что машина это не битая парень кстати заказчик он эту машину ранее уже видел и он не увидел что она настолько криво собранная я не говорю что у нее там были какие-то страшные дтп я эту машину даже не смотрел в середине потому как не было в этом смысла но крыло переднее левое стоит у нее криво бампер у нее слеплен аппликации передний задний стоит не в зазорах на машине не крашеная только передняя левая дверь и кусок крыши все остальное крашеная с размерами до полу миллиметра шпаклевки обычно когда ты встречаешь такую машину пацаны если делают ее делают под толщиномер так что без частичной разборки нифига не увидишь здесь эта машина сделана криво здесь эта машина сделала хреново двери у нее передняя правая стоит вот так пропеллером а передняя левая торчит ну сверху стоит нормально а снизу у нее зазор по дверям то есть у нее даже двери не ровно висят уплотнитель у нее заднего правого стекла склеен вообще на супер клей это машина точно также для нее это очень дорого акцентирую внимание что это был разовый осмотр это был не выбор под ключ это был вот человек увидел машину он захотел он ее посмотрел а вам я хотел этим видео показать что даже автомобили которые дорогие но по бросовой цене нужно понимать что с ними что-то не так и тут или смотреть что-то другое или не рассчитывать на хороший результат ну а с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дороге всем пока что-то если вы не хотите чтобы вы 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 Субтитры сделал DimaTorzok